Дамы и господа, добро пожаловать на обзор нового снэп-шоу, на обзор новой беты под номером 1.16.220.50 версии Майнкрафта 1.17 под названием «Пещеры и скалы». Да, всё верно, в этот раз мы с вами смотрим не на снэп-шот, а на бета-версию Майнкрафта Бедрок издания. Всё потому, что разработчики не выпустили джава-версию снэп-шота, а выпустили бета. Но что самое главное, сделали они нечто необычное. Думаю, по названию вы уже смогли догадаться, что же это произошло. Нам добавили новые шикарные горы, так что не будем терять много времени, и давайте начнём смотреть. Погнали! Первым делом подмечу то, что эта бета настолько логучая, что мне кажется даже джава-версии Майнкрафта не настолько логучая, как эта бета. Потому что как только я сворачиваю Майнкрафт, Бедрок Майнкрафт сразу крашится. Он пропросту не отзывается, и нужно снимать задачу и заново перезагодить в Майнкрафт просто из-за того, что ты сворачиваешь окно. Это мега бесит, это мега дико, и я уже так раз 10-15 попадался на эту штуку. Это реально очень сильно бесит, потому что ты такой смотришь, сворачиваешь игру, что-нибудь себе записываешь, заметочки ставишь, заходишь и забываешь о том, что блин, нельзя же выходить. Это реально очень сильно бесит, но не переживайте, я думаю, что в следующий раз это всё исправит и ничего плохого не будет. Первым делом хочу подметить то, что добавили наконец-то светящегося спрута в бета-версию. К сожалению, увы и ах, разработчики его добавили уже раньше в бета-версию Майнкрафта, но что-то пошло не так и разработчикам пришлось его удлить. Честно вам признаю, что я не так шибко слежу за Бедрок версией Майнкрафта, иногда я посматриваю новые челлендж-логи, зачастую там в основном рассказываются небольшие какие-то изменения, то там добавили спрута, то там какие-то баги исправили. Чаще всего Джао версия намного масштабнее, чем бета-версии Бедрока. Но в этот раз всё в точности да наоборот, Бедрок версия крутая, Джао Снэпшот, увы и ах, проигрывает сегодня бета-версию Майнкрафта. Так вот, рассказываю. Свечащиеся спруты наконец-то светящиеся, правда в Бедрок версии Майнкрафта они называются Сияющие спруты. Светящиеся спруты пока что не имеют своей натуральной генерации в Майнкрафт Бедрок версии, точно так же и в Джава версии Майнкрафта. Но если мы с вами их решим немного нанести урона, то первым делом они начнут выпускать свои светящиеся чернила, которые мне кажется намного ярче, нежели в Джо версии Майнкрафта. Но оно в принципе и не мудрено. И плюс ко всему от него исходят ещё другие дополнительные частицы при ударе, то есть небольшие пузырьки. Ну и плюс ко всему текстура, как видите, одна вся идентичная, без пикселей, без ничего, какая-то ну слишком странная. В Джава версии Майнкрафта мне нравится больше. Если прям посмотреть, то она как будто бы мигает, но я не знаю, как-то странноватость выглядит. Если же Вы их убьёте, то получите светящийся пузырёк с чернилами. И Вы наверное сейчас задаетесь вопросом, Неркина, а зачем ты нам это всё рассказываешь? Это уже и так было в Джава версии Майнкрафта. Хотел бы я сказать да, но нет. Есть небольшие странности. Первое это то, что у нас есть сияющий спрут, а вот мешочки, точнее пузырьки с чернилами уже светящиеся. Окей, это упустим, смотрите в чём вся интересность. Берём рамку, и добавляем к ней светящийся пузырёк с чернилами, и получаем светящуюся рамку предмета. Как видите текстуры у них отличаются, но смотрите в чём интересность. Я ставлю рамку обычную и светящуюся, и сейчас невооруженным глазом никак не понятно где какая. Но вот в Джава версии сразу уже понятно где какая рамка. И плюс ко всему смотрите, ставлю на заритвой меч, и ничего не происходит даже днём. Только прям глубокой ночью можно разглядеть разницу, что вот это вот светящийся, а это обычная рамка. Хотя в Джава версии сразу невооружённым глазом что днём, что ночью они отличаются. Это немножко странновато как по мне. Кстати, совсем недавно, количество игроков в Майнкрафт Данженс перевалило за 10 миллионов. И в честь этого события, разработчики бесплатно выдают плащик нового питомца. Так что советую зайти и поиграть в Данженс. Учитывая, что они ещё подвезли новые дополнения про Незер. Там реально очень круто. А теперь приготовьтесь услышать ещё одну потрясающую новость. Знали ли Вы, что индустрия игр в прошлом году заработала почти 180 миллиардов долларов? Это больше, чем заработали все мировые телевизионные студии вместе взятые. Чтобы было легче представить эту сумму, скажу, что на эти деньги можно было купить Моджанг 72 раза. Наверное, я занимаюсь чем-то не тем в жизни. Но никогда не поздно попробовать себя в роли разработчика игр. Тем более, что сейчас для этого даже не обязательно быть программистом. Можно зайти на платформу, где есть готовые шаблоны, библиотека моделей и начать тренировать своего внутреннего разработчика. Такая возможность есть. Например, на платформе Кор. Я уже рассказывал о ней ранее, и знаю, что некоторые из Вас успели её опробовать. Если у тебя есть идеи для игры, добро пожаловать! А если ты просто любитель позалипать во что-то весёлое с друзьями или в одиночку, тут навалом готовых игр от других пользователей. Просто регистрируйся, скачивай клиент, а игры, которые есть на платформе, уже доступны тебе бесплатно. Прокачивай персонажей, и открывай для себя все возможности скор. Ссылка находится в описании. Ну а теперь, дамы и господа, приготовьтесь к чему-то поистине невероятно красивому. Это новые горы в Майнкрафте. Первым делом, наверное скажу то, что в Бедрок-версии Майнкрафта разработчики увеличили лимит. Раньше он был 256 блоков, теперь же он составляет 320 блоков. Но при этом всё, если мы с вами начнём быстро-быстро-быстро майнить, и как видите дойдём до нулевой координаты по Y, то посмотрите ничего не происходит. То есть новую генерацию пещер разработчики в Бедрок-версию Майнкрафта не завезли. Так что не найдите здесь что-нибудь найти. Добавили только высоту, отрицательную высоту пока что к сожалению не добавили. Но опять же таки, это бета-версия Майнкрафта, не переживайте, всё будет. Если что-то заметил, что разработчики именно в Бедрок-версии Майнкрафта тащатся по горам. Потому что первая бета была именно Бедрока, и там добавили горных козлов. Прямо сейчас мы с вами подлетаем к чему-то поистине красивому и невероятному. Понятное дело, что пока что у меня сейчас это не прям супер, не прям мега красивая, не прям мега высокая гора, но это уже новая гора, которых не было раньше. Посмотрите на эту красоту. Это что-то с чем-то, и это уже начинается. Это ещё маленькие горы, не переживайте, они будут побольше. Найти их правда крайне сложно, но это пока что самое малое, что вы можете в принципе найти в Бедрок-версии Майнкрафта. И посмотрите, мы уже с вами находимся на 130-м блоке. Опять же повторюсь, что это пока что самые низкие горы, которые только есть. Я даже подозреваю, что это не новые, но из-за снега мне кажется, что это прям новые, просто они как-то совместились со старыми. Скажу, что разработчики добавили 5 новых горных биомов. Первое, это высокие вершины. Второе, заснеженные вершины. Третье, снежные склоны. Четвёртое, горная роща. И пятое, горные луга. Мне кажется, что вот это что-то между горной рощей и горными лугами. Как-то странновато выглядит. Только что я в телеграм-канале попросил, чтобы мне скинули интересные есиды с новыми горами. И мне скинули вот такой ключ генерации для Майнкрафт Бедрока, за что ему огромное спасибо. И вы только гляньте на эту красоту. Мы взлетаем, взлетаем, взлетаем. Это уже целый остров, прям на спавне, причём всё. И вот смотрите, мы идём, взлетаем. И опять заснеженные вершины. Это ещё до конца не самые большие горы, потому что мне звонил Кирилл и рассказывал, что он находил вообще гигантские горы в 240 блоков. Это на самом деле неимовернейшие цифры. И если такое будет в Майнкрафте нормально оптимизировано и красиво сделано, то моё почтение готов целовать продезинфицированные руки разработчиков. Потому что это действительно очень красиво. И как видите, первые изменения вы уже должны были заметить, это то, что наши горные козлы перешли, господи, они летают, у них креатив что ли есть, я не понимаю. Жесть, они высоко прыгают. Теперь, как и разработчики заявляли ещё в первой бете, ну первой условно, там был тоже вот этот длинный номер, но имеется в виду первой бете для пещерного обновления, то что горные козлы поменяют свои биомы, в которых они сейчас находились. Потому что они находились в очень маленьких горах, теперь они будут находиться только вот в этих новых горных биомах и только вот на таких вершинах, где есть при этом всём снег. Самое что интересно, новые горы, они даже выше облаков. И вот ты сейчас находишься на нижней высоте, смотришь на эти горы снизу вверх и понимаешь, что это что-то невероятное, нечто необычное. И из-за того, что они выше облаков, ещё создаётся этот эффект гигантской горы. И мозг понимает, что это не Майнкрафт, это не то, что было раньше, это не вот эти вот небольшие насыпи земли, травы, грязи, которые раньше назывались горами, а это вот это горы. Это то, что реально должно быть в Майнкрафте давным-давно. И если вы думаете, что ну вот горы в принципе не опасно, ну да снег не особо страшно, ну да горные козлы, которые могут скинуть тебе с этих же гор, нечего страшного. А только вдумайтесь, что вот здесь есть не только обычный снег, но и тот самый рыхлый снег. Представьте, вы идёте, вы не различите их невооружённым глазом. И вы идёте, идёте такие оп, и застряли, и всё, и поплыли вниз. Посмотрите, четыре блока рыхлого снега. И ты никак не можешь с него выбраться. Сложно, конечно, да, среагировать, но всё же, ты попадаешь в ловушку, и это неприятно. И ты поневоле понимаешь, что придётся носить кожаные ботинки, чтобы не проваливаться сквозь этот снег. И это логично, потому что разработчики дают вещам новую жизнь. И за это разработчикам большое спасибо, они дают жизнь необычным вещам, таким как кожаные ботинки, которые, ну, ты вряд ли шибко захочешь крафтить себе на каких-то дальних стадиях игры. Поэтому залезть в горы очень сложно, тем более тебе нужно напрыгивать прям немножко сдалека на этот блок, потому что если запрыгивать слишком близко, то всё равно ты начнёшь проваливаться в этот блок. Так что горы — это реально крутая фишка. Я прекрасно понимаю, что вам хотелось бы посмотреть на все эти горы вместе с RTX, но, к сожалению, RTX пока что не работает с новыми горами, но если включить немножко смекалочку и пошаманить, то посмотрите на эту красоту! Это же что-то невероятное! Ё-моё! Я не верю своим глазам! Это нечто необычное! Я правда лечу сейчас в бедроке, и тут немножко по-другому всё работает, но вы только гляньте на эту красоту! Это же что-то невероятное! Они полностью заснеженные! И они полностью необычные! Это... Я... Я честно, у меня нет слов! Я в шоке! Вы только гляньте на эту красоту! Здесь даже есть плотный лёд! Посмотрите, эти гигантские горы идут и идут дальше! Что вообще происходит здесь? Я не понимаю! Так, сейчас мы подлетаем, 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 на самую высшую точку! И это... ДВЕСТИ СОРОК ШЕСТЬ БЛОКОВ! ДВЕСТИ СОРОК ШЕСТЬ БЛОКОВ! Я в шоке! Это невероятно смотрится! Возможно, я правда какой-то дурачок, и не понимаю, как правильно использовать ракеты в бедрок версии Майнкрафта, но почему-то оно мне каждый раз подрывает, когда я подлетаю! Это странновато! Я смотрю и я, ну, офигеваю от этого всего! Ё-моё-шечки-моё! Ну что же, я могу с твердой уверенностью сказать, что Майнкрафта 1.17 это самое лучшее обновление из всех, наверное, потому что то, что разработчики делают прямо сейчас, это ни с чем не сравнится, мне кажется! Это реально очень круто! Горы необычные, необыкновенные, красивые! Честное слово, я от них кайфую! И ещё раз Вам напоминаю про Core, ссылка на которой находится в описании! И ещё подмечу, что в Core теперь есть Homeworld! Мир, в котором игрок может общаться и взаимодействовать с другими игроками, и из которого он попадает в разные игры! И если я вдруг что-нибудь забыл или не рассказал, то милости прошу, напишите мне про это в комментариях, я лайкну Ваш коммент, и это видео станет ещё более информативным! Но если Вы здесь впервые, то не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов! А с Вами как всегда был, я Неркин! И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому! Ещё услышемся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!